Руслан Усачёв. Невозможно представить российский ютуб без Руслана Усачёва. Он прославился благодаря комедийным видео, затем была эра путешествий и классных блогов из разных стран, а после Усачёв стал больше времени уделять новостям и актуальной повестке. Он несколько раз пропадал и потом снова возвращался, но в целом в медиаполе его стало значительно меньше, чем во времена того же тревел-шоу. Усачёв уезжал из России, но в июне 2023 года вернулся. Маша Новосад начинала свой блог как типичный дневник о своей жизни и вещала на девичьи темы – косметика, путешествия, отношения. Затем, несколько лет назад, Мари сменила вектор и решила занять место Кэрри из «Секса в большом городе». Сейчас она ведет довольно откровенный подкаст, которым рассказывает о своих приключениях с мужчинами. Вот только в других шоу Мари уже несколько раз показала свою некомпетентность в вопросах биологии на эту тему. Слушатели сомневаются, но какой это эксперт, если не знает базы? Стас Давыдов – This is хорошо. Стас начал свою карьеру на Ютубе с подборок смешных роликов, которые ему присылали зрители, а он смешно их комментировал. Шоу имело бешеный успех. За более чем 10 лет на Ютубе канал претерпел несколько смен формата. Сейчас Давыдов выпускает развлекательные трэшовые видео. Мила Левчук. До 2020-х годов Мила Левчук активно вела стсети, рассказывая о том, как стать девушкой плюс. Это такие особенные девушки, которые знают себе цену и привлекают достойных мужчин. У этой концепции было как много поклонников, так и много противников. Число последних увеличилось после того, как Мила развелась с мужем и осталась одна с дочкой. Милане растерялась, записала новые курсы об отношениях, а сейчас счастлива с новым мужчиной. Макс плюс 100500. Еще одна легенда нашего Ютуба. Макс начинал с юмористического шоу, в котором эпатажно комментировал смешные ролики на фоне «Леопардовой стены». С тех Макс успел поработать на ТВ, запустить еще несколько успешных Ютуб-проектов. Он женился в 2022 году, а недавно стал отцом, у них с женой родился сын Лука. Соня Есмон. Модель и блогер Соня Есмон прославилась, вещая о своей интересной жизни в Канаде. Моделинг, вечеринки, красота, влоги о путешествиях – таким был ее типичный контент. Затем Соня надолго пропала, а когда вернулась, была уже другой. Теперь она говорит о «магическом мышлении» и других немного странноватых темах. В интервью Марине Могилко Соня сказала, что вышла замуж. Таня Старикова. В 2020-х Таня была на расхват. Она учила нас английскому на канале Skyeng, вела шоу «Подруги» и снимала ролики на свой канал. Потом случилось мощное выгорание. Параллельно Таня развелась с мужем и переехала в Москву. Сейчас Старикова ведет музыкальную рубрику на своем канале, где разбирает творчество разных артистов, но ее стало значительно меньше в медиапространстве. Марина Могилко. Марина начинала со скромных видеороликов-уроков по английскому языку. С тех пор она запустила сеть успешных каналов на разные темы, в том числе несколько на иностранных языках. Марина с мужем и двумя дочками живет в Кремниевой долине. Одно время она активно вела все свои сети, но в последний год все чаще пропадает с радаров. Марина говорила, что хотела бы немного замедлиться. Вероятно, она может себе это позволить. Недавно они с мужем купили недвижимость в Штатах, чтобы сдавать ее на РБНБ. Плюс никуда не делась ее компания Лингу и Трип.